Ну а Европа тем временем продолжает усиленно отгораживаться и не замечать тех, кто стучится к ней в дверь. Коллективный Запад придумает все новые, изощренные схемы, чтобы люди, бегущие из разрушенных войной стран, не попали на их территорию. Сегодня 30-й день массового пребывания беженцев на белорусско-польской границе. И пока они отчаянно взывают о помощи, белорусы помогают тем, чем богаты. С места событий репортаж Анастасии Бенедесюк. Черный вторник и не иначе. Вспоминают сегодня в транспортно-логистическом центре Брузги ровно три недели назад, 16 ноября. Все эти люди безоружные подверглись химической атаке. Польские военные использовали водометы, шумовые гранаты, газ. По сути, беженцы стали свидетелями и жертвами вот этих зверств. Свидетелями были и мировые СМИ, которые тогда работали на границе. Прошло три недели. И сегодня здесь только белорусские журналисты. Ну и накануне приехал один испанский корреспондент. Маркино Рикардо, репортер из Испании. На польской стороне проработал, если этот глагол, конечно, может быть уместным, пять дней. Все закрыто. Приедешь как журналист, скажешь нет, закрыто, извините, на сад. И все. Мы снимали интервью с организацией, которая помогает, люди, которые, ну, блюда или одесса и так далее. Болюнтеры. Болюнтеры, да. Но мы одну мигранта не видели. Это когда они каждый день, типа, 10-15-20 человек смог попасть в Польшу, они сразу на поликлинике, они смотрели, но там закрыто. А с коллегами, может быть, в Польше удалось пообщаться, что польские журналисты говорят, их точно так же никуда не пускают? Никто не пускает. И была группа журналистов, я не знаю, или журналисты, или активисты, которые были на сопряженной территории. И они попали, они были арестованы. Да, с журналистами в Польше не церемонятся. Хоть недавно там вроде как и заработал пресс-центр, но нет оттуда вестей. Съемочным группам по-прежнему запрещено объективно освещать ситуацию. Тем, кто по ту сторону проволоки, в главную задачу определено работать на имидж армии и популяризировать службу, где надо воевать против женщин, детей и инвалидов. Я был, когда поляки нас обливали. Побежал в лес, потерял обувь. Это было страшно. Я такого не ожидал. До сих пор это в моей голове. Никак не могу забыть. Мустафа передвигается на костылях. Он инвалид уже много лет. Ищет убежище. Бежал из иракского Курдистана, как и многие. Говорит, пути назад нет. Но ведь у них никто не хочет оставаться. Мы ведь все понимаем, что это просто как гуманитарный такой коридор. Дети ходят. Они не виноваты, что на их стороне есть война. Они хотят, как ты, как оператор, как эта женщина, как я, девушка, извините, мы все хотим лучше жизни. Но это вопрос, много вопросов. И, конечно, политичный вопрос, потому что между базой страной и Польшей отношение плохое. Миграционный конфликт, а, на мой взгляд, это кризисный инцидент, он стал поводом для того, чтобы милитаризировать ситуацию в нашем регионе. Вот это одна из проблем, которая останется. Мигранты так, Ирина Ильича, уйдут отсюда. Они уйдут или к себе домой, или перейдут на Запад. А вот эта ситуация, милитаризация региона, она останется и будет долго сопровождать нас и создавать для нас очень сложные проблемы. Сигналы тревожные. Поляки продолжают стоять в позе защитников вселенского масштаба, но, кажется, неохотно. Идут в добровольцы и надевают форму войска польского. Приходится взывать к помощи иностранные контингенты. Но не возвращаться ведь к обязательному призыву. Он был отменен в 2010-м. В Польше достаточно протестов по запрету абортов и созданию института семьи и демографии. Я знаю английский, мой друг французский. У нас в Ираке нет работы. Я хочу работать. Хочу, чтобы у моих детей было будущее. Мы уже поняли, что Германия нас бросила. Но назад мы не можем. А Польша? Польша она поступила жестоко. Я этого не понимаю. На улице заметно похолодало. Минус 10 воспринимается куда серьезнее. Сложно представить, что было бы с этими людьми, если бы они так и оставались в лесу. Или, что хуже, на коленях, на бетоне перед проволокой и польскими военными. В ТЛЦ температура комфортная. Тем не менее, семьи утепляют свои импровизированные жилища, укрываются одеялами, куртками. Это все предметы гуманитарной помощи. Что-то передавали небезразличные. Социальная служба, которая всегда стоит на защите интересов обычного простого человека, не могла остаться в стороне от этой ситуации, которая сегодня есть. Потому что люди оказались по воле судьбы в достаточно сложной жизненной ситуации. Я хочу сказать, что практически ежедневно из системы социальной защиты работают у нас волонтеры наших учреждений. Это территориальные центры социального обслуживания населения, управление по труду. Сегодня партию гуманитарной помощи привезли от ЮНИСЕФ. Средства гигиены. Всего 600 наборов по одному на семью. А также детские игрушки. Мягкие и развивающие. В центре все еще остаются сотни семей. Они не теряют надежду получить гуманитарный коридор через Польшу и попасть в Германию. Я приехала из Ирака. Это Курдистан, город Эрбиль. Это моя мама. С нами еще мой брат. Мы двойняшки. Нам нравится наша страна, но из-за политической ситуации там опасно. Мы не можем вернуться. Мы хотим в Германию. Эта юная беженка свою историю смогла рассказать не только нам. К вечеру на границу приехала съемочная группа еще из Турции. Они общались с людьми, выходили в прямые эфиры, потом уехали в Минск. Вообще беженцам сейчас больше всего нужно, чтобы о них говорили, чтобы мир знал про их горе. И что никто из них не планирует сидеть на шее у Евросоюза. Они хотят работать и честно зарабатывать себе на жизнь. Анастасия Бенедесюк, Илья Пучко, агентство теленовостей, Белорусско-Польская граница.